Здравствуйте! Вы смотрите программу В Движении. А я Равид Гор. И это не обычный выпуск. Это выпуск, который мы вынужденно записываем из дома, а не в нашей студии. А почему? Да потому что вся Россия ушла на карантин. Между тем, Китай объявил об улучшении эпидемиологической обстановки. О том, что происходило в Китае во время эпидемии, как это отразилось на жизни китайских граждан и на жизни наших соотечественников, которые оказались там в этот непростой период, мы поговорим с нашими сегодняшними собеседниками по скайпу. О своих впечатлениях нам расскажут очевидцы, жизнь которых неразрывно связана с Китаем. Это Артем Кузьмин, Дмитрий Бачок, Анастасия Еременко и Никита Шатунов. В принципе, какие-то новости вообще о вирусе, они начали долетать, наверное, за неделю или две недели до того, как началось вот это активное движение. И потом, в какой-то момент, когда, видимо, дали какую-то отмашку, ну, все начало происходить очень быстро. Во-первых, везде очень быстро, буквально за сутки выросли заборы, потому что множество районов, они были не огорожены изначально. И буквально в течение суток выросли вот эти вот железные заборы, если вы, ну, вы знаете, как киоски, допустим, делают с такого материала, ну, у нас и повсеместно. И вот из этого материала заборы выросли буквально за один день. И, соответственно, во всех этих районах, которые теперь уже были огорожены, были поставлены КПП. И на этих КПП были поставлены либо люди, которые работают в местном домоуправлении, либо люди, которые были волонтерами. Ну, и они, соответственно, по пропускам людей либо пропускали в микрорайон, либо не пропускали в микрорайон в зависимости от района. Эпидемия меня застала в Шанхае. Я там жил, занимаюсь бизнесом. Начиналось так, что, ну, вот есть какой-то коронавирус, кто-то там заболел. То есть это еще до того, как город закрыли, до того, как столько заразившихся было, то есть новости какие-то появились, ну, мы даже особого внимания не обратили. А потом уже, когда уже закрыли город, когда уже все серьезнее стало становиться, уже пошли слухи, что, ну, ужесточат все это и в Шанхае, в частности. Вот. И вот так вот я встретил эпидемию. Эпидемия нас застала в дороге. Мы с женой планировали поехать в Тибет на машине, сделали такой маленький домик на колесах и в нем поехали. И уже на подъезде к городу Дали нам сообщили, что вот, эпидемия в Китае начинается, люди начали маски скупать. Мы успели купить себе только по одной маске, так, для дороги, скажем так, и решили попробовать дальше продвинуться на север в сторону Лидзианя, уже Шангрилы дальше. Но дальше Лидзианя нам не удалось проехать, потому что стали перекрывать дороги, стали закрывать съезды с хайвеев. Сначала было немного страшно, просто потому что никогда не сталкивались с такой ситуацией, но больше, наверное, нас наглетали близкие и родные с России, и поэтому нас убеждали уехать побыстрее из Китая, переживали за нас. Мы их успокаивали, и приходилось им их с собой тоже успокаивать. Китайцы, в принципе, я не замечала паники. Сразу же выпустили ряд законов, что нельзя, получается, скрывать болезнь, нельзя паниковать. Ну, вначале все казалось такой шуткой, несерьезной всего этого события. То есть, ну да, сидим дома, едем домой. И что вас поразило больше всего, как свидетеля начала этой эпидемии? Ну, поразила какая-то паника, да, то есть люди побежали закупать маски, причем закупали маски даже те, которые там, ну, не защищают от вируса, там говорят, что Н-95, по-моему, защищают. Закупали абсолютно все, все, что только можно. То есть, ни у кого не было масок потом, то есть, я имею в виду магазины. В один момент я поймал себя на мысли, что, в общем-то, я стою на людной улице, вышел вот с собакой прогуляться, и до этого это была очень людная улица, но в данный момент было абсолютно ноль людей. И это было очень странно видеть в Китае, что абсолютно все население сидит дома. А была пара недель очень интересная, особенно для Китая, когда ты выходишь на улицу, и там людей нет. То есть, ты находишься в таком небольшом постапокалиптическом фильме, когда, в принципе, на улице есть ты и какая-нибудь собака, которая где-то пробегает через три улицы, и ты ее видишь просто потому, что больше ни одной живой души, в принципе, на улице нет. Поначалу мы переживали, но китайские власти очень активно работали над устранением паники, мы смотрели, как реагируют китайцы, то есть все было совершенно спокойно, они просто выполняли поручения, которые государство им выписало. Да, у нас везде на лифтах, возле квартир были просто правила поведения, напечатаны и развешаны. То есть китайцы просто следовали им. Какие меры были предприняты в вашем регионе, в вашей провинции, и как это повлияло реально на вашу жизнь? Ну, полной изоляции не было, но в изоляции какой-то степени, в принципе, вся страна живет, наверное, уже второй месяц. Вот как-то так. Но сейчас уже намного спокойнее, это намного легче, чем это было в самом начале. Меры стали усиливаться лавинообразно. То есть сначала сказали всем сидите дома, покупайте маски, ходите в масках, потом стали закрывать дороги, потом сказали всем только ехать домой, затем стали закрывать в некоторых городах сперва районы, затем стали закрывать, вот как Кубей-город, то есть стали закрывать выезд, въезд из городов, контролировать. Конкретно в моем районе в тот момент по пропуску можно было выйти один раз в два дня и с измерением температуры. То есть, в принципе, это было сделано так, чтобы люди могли выйти, купить себе еды, прийти и дальше спокойно сидеть себе дома, никуда не выходить. Как один из моментов стали закрывать именно выходы из домов и в некоторых местах давать пропуски для того, чтобы люди могли выходить несколько раз в неделю за продуктами по пропуску. Конечно, мы тоже сидели две недели на карантине, закрывали полностью район, выпускали по талончикам. Раз в два дня можно было выйти в магазин, при этом отметиться. Если талончик мы потеряли, то это уже наши проблемы и нас бы вообще не выпустили в течение двух недель. Просто походили по квартирам и каждой квартире дали, что раз в два дня вы можете выйти по этому талончику. И там стояли числа и рядом с ним окошечко для галочки. То есть, просто ставилась галочка и таким образом они видели, какие дни мы выходили. В Китае, в интернете лишний раз не стоит ничего говорить, скажем так, неподходящего. За распространение информации, ложной информации в пределах сети интернета это все каралось законом, поэтому никто не смел распространять информацию о панике. Скажите, как меры по предотвращению эпидемии отразились на экономической жизни? Вот, все встало из-за Нового года и плюс еще эпидемия наложилась. И как бы все. И в магазине ничего нету, то что надо. Ну, еда, конечно, есть, слава богу, хотя все это тоже разобрали. Сразу убрали все мясо, убрали все фрукты, все вот это растительное, там где бактерии как раз могут размножаться или передаваться, но риск наибольший. В магазинах все полки были пустые. То есть, не купили, а просто убрали. И некоторые мелкие бизнесы в Китае сейчас закрываются, в том числе вот и мы, наверное, будем закрываться, потому что не в состоянии выдержать вот этого провала многомесячного без работы. То есть, многие фирмы зависят сейчас от образования детей, от школ, и, скажем так, эти учреждения неизвестно, когда начнут работать в полной мере. То есть, многие малые бизнесы медленно прикрываются. В самом начале, когда вот только началась вся эта тусовка, эпидемия и тому подобное, цены на продукты, они немного выросли. Буквально процентов на 20-30, но это было так достаточно ощутимо. То есть, это было видно невооруженным глазом. А потом в интернете я прочитал сообщение, что правительство отрицает, собственно, то, что цены на продукты повысились, что цены на продукты остались такими же. И на следующий день, когда я вышел из дома, цены на продукты были такими же, какими они были до этого. А вообще, что касается вашего вопроса, по существу в Китае очень развита доставка еды. Есть различные фирмы, такие как Ваймай, Илама, которые просто доставят вам еду, то есть, ее можно заказать, ее вам привезут. Это особенно актуально для тех, у кого, допустим, карантин 14 дней, кто приехал из-за границы и кто сидит дома. Ну, у нас закрыли полностью въезд туристов, так как у нас работа связана с туристами, наша работа еще не восстановлена, поэтому мы сидим, грубо говоря, на карантине уже почти два месяца. Как на вашу жизнь повлияла эта эпидемия, эти события? Может быть, вы что-то в своей жизни решили изменить, поменяли свои планы, пересмотрели какие-то ценности? Произошло такое осознание, вот лично у меня, да, в моей жизни, произошло осознание, что мы гонимся за деньгами, мы за ними просто гонимся и тратим свою единственную жизнь ради того, чтобы попробовать купить счастье. И мы отказываем себе в свободе передвижения, в путешествиях, в каких-то увлечениях, в хобби, только в угоду того, чтобы заработать сейчас больше, чтобы в дальнейшем якобы мы могли отдыхать больше. Но на самом деле мы себя загоняем в рутину вот этой работы, работой, работой, работой. И я для себя принял решение, что надо меньше, скажем так, следовать зову денег, да, а больше следовать зову приключений. Конечно, у меня просто произошла глобальная переоценка жизненных ценностей на самом деле. Потому что, ну, просто в связи с ситуацией, вот, ну, это достаточно суперинтересный опыт, потому что ты живешь, живешь, ну, там, зарабатываешь какие-то деньги, у тебя есть какие-то планы и все тому подобное. А тут раз, все твои планы меняются. Мы очень, мы работали каждый день без выходных, и нам это дало время, наверное, отдохнуть, расслабиться и заняться тем, чем действительно хотелось. Поэтому я считаю, что нужно просто пользоваться моментом и сделать то, что было отложено в ящик из-за работы. Вот вы спросили, на самом деле, по поводу переоценки перспектив. Я вам, знаете, скажу следующим образом. Вот у меня есть соседи, в Китае, как правило, когда строят здания, очень тонкие стены. Вот у меня есть соседи, которые я за все время житья здесь, ну, ни разу не слышал их. А на протяжении вот этих двух месяцев я их слышу, и теперь я знаю, что там живет муж, мама и ребенок. И что ребенок очень счастлив, что у него есть папа, и очень счастлив, что у него есть мама. Если раньше я их не слышал до этого вообще, то после этого, на протяжении этих месяцев, я слышу, как они играют, смеются, учат этого ребенка английскому и тому подобное. То есть для многих людей, наверное, это в какой-то степени именно уход от каких-то внешних ценностей и возврат к каким-то внутренним ценностям, именно к каким-то таким ценностям, как семья, дружба, зачем ты живешь. Конечно, жизнь людей изменилась в том плане, что сейчас, входя в помещение, в любой магазин, в любое государственное, скажем так, образование, надо сканировать QR-код на входе и показывать свой код здоровья. И без этого кода нас никуда не пускают. И это очень серьезное изменение, которое затронулось. То есть, как я вижу, сейчас происходит то, что хотят знать, где мы были и что мы посещали за последний период, скажем так, то есть тотально вот видеть, где мы. Чем занять себя две недели или больше дома в четырех стенах, не выходя за пределы, так сказать, квартиры или двора? Скажем так, каждый из нас всегда мечтает, я хочу лечь на диване, ничего не делать хотя бы один день. Вот оно время. Мне кажется, у каждого человека есть какие-то свои интересы, есть какие-то дела, которые они не закончили, есть кино, которое они хотят посмотреть, книги, которые они хотят прочитать, песни, которые они хотят выучить, человек, с которыми они хотят поговорить. Так что сейчас самое время для того, чтобы познакомиться с самими собой. Составить список книг, которые хотелось бы прочитать, фильмов, сериалов, ну и, может быть, подумать о каком-то саморазвитии, блогерстве, не знаю, начать писать книгу или как-то рисовать, неважно, просто немножко поразвивать себя. Главное, не думать о плохом, а отдохнуть, воспользоваться временем. Как вы считаете, Россия чему-то может научиться у Китая? Ну, в данный период времени лучше сидеть дома, конечно же. Но в любом случае у Китая в связи с этой ситуацией, да и как, в принципе, ну, на жизненном базисе, на каждодневном уровне, есть очень много чему поучиться. А в частности, вот эта ситуация именно карантина, когда вся страна села на карантин в течение буквально, ну, если не часов, то нескольких дней. И они действовали при этом как единый организм, то есть это не вызвало там у кого-то недовольства. Всем спокойно сказали, садитесь на карантин, сидите дома. Все спокойно сели на карантин, сидели дома, появилось огромное количество волонтеров, к которым все относятся с уважением. Когда у них какие-то требования, там, померить температуру, предъявить какую-то карточку или что-то еще, к ним все относятся с уважением. Именно вот это вот взаимоуважение и действие как единый организм, это то, чему действительно можно поучиться у Китая, ну, на самом деле. Разумеется, не надо путешествовать в моменте эпидемии, да, когда вот эпидемия закончится, да, можно снова путешествовать. Я бы посоветовала следовать тем инструкциям, которые государство выдвинуло, просидеть неделю. Я думаю, что нет ничего сложного просто сходить, купить все необходимые продукты и недельку посидеть дома. Это будет полезно и для вас, и для общества, да. То есть нужно заботиться не только о себе, но и на окружающих людях. Также обязательно носить маски, неважно, одноразовые, многоразовые, как-то обезопасить себя. Пусть они работают только на выдох, но вы не знаете, в какой момент, то есть заражение может произойти, инкубационный период составляет две недели, а то и больше. Поэтому и рекомендуют носить маски. Ну, и обязательно мыть руки, не трогать лицо на улице, то есть это сто процентов, глаза, нос, ничего не трогать и сразу мыть руки по приходу домой. На самом деле, мне кажется, что главное, это именно гражданам России, да, каждому человеку для себя понимать, что это такое, что это за вирус, как он работает, что это не является там какой-то чумой и тому подобное, что у него есть определенные законы распространения, есть определенные меры безопасности. И что каждый человек должен принять на себя вот эту ответственность борьбы с этой угрозой и действовать адекватно. Это вот русская авось, и когда кто-то заболеет после вот этого всего, обвинить только себя можно после этого. И вот, так сказать, конечно, лучше сидеть дома, если хочется, чтобы семья была в порядке, да, то есть никто не заболел и так далее, а желательно лучше пересидеть. Я считаю, что Китай очень хорошо среагировал, и здесь действительно сейчас безопасно. Сейчас в Китае безопаснее, то есть там уже открыли город, я слышал, и, в принципе, они победили вирус. И, конечно, если бы была возможность вернуться в Китай, он бы, наверное, вернулся, потому что если мы пойдем даже по тому же сценарию, все как бы не очень хорошо может закончиться. Вот и подошел к концу этот необычный выпуск программы «В движении». Надеюсь, вам понравилось, а мы, в свою очередь, постараемся продолжить этот цикл и записать интервью с очевидцами этих непростых событий из Европы, например, из той же Италии, Испании, Германии, Голландии и других стран. Поэтому оставайтесь с нами, следите за новыми выпусками. С вами был Равид Гор и программа «В движении». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова